всем привет сегодня у нас типа техническая серия вот назовем ее супер так вот что новенького пришел заказик на усиленную mz подвеску как вы уже знаете я ее делаю на базе vpl потому что mz вообще нет ходов и вот смотрите кто в курсе я делал вот такой уже переходной элемент вот подвески vpl я ее расширил увеличил чтобы она везде подходила но она так сказать слабенькая но он как и от vpl а вот и я решил немножко и усилить я усилил грани усилил эти части ширину усилил вот такой вот элементе получился получается у меня отверстия сквозные там не побольше залитого вот ну как это будет все выглядит я вам покажу позже наглядно когда распечатаю вот дальше есть вот такой элемент еще у нее я решил то что вот эта часть которая у нас пластиковая заменить ее на металлическую и человек попросил поставить подшипники вот эту в качающуюся часть смотрите что получается вот он этот элемент в который будет сзади болтом прикручиваться вот такой говорится металлический я не знаю как этот элемент называется вот резьба проходная диаметр пятерка типа стяжка стяжка мебельная вот и вот такой подшипничек взял маленький и смотрите что получается элемент к нему прикручивается значит это то я тут рассверливал и получалось не очень крепко вот и получается качалочку новенькую вот такая с посадочным под подшипник под два подшипника из спереди сзади вот такую я тоже усилил и я сделал чтобы можно было оставить mz рессору просто обрезая ее они рассверливая дополнительное отверстие потому что если мы берем в плавский элемент то находится отверстие крепежа близко к друг другу поэтому я их увеличил вот ну вот такие вот значит элементы у нас и сейчас посмотрим когда отпечатаем как это будет выглядеть и все ли я правильно сделал вот она у нас разобранная подвеска вот они те элементы которые я делал до этого они подходят под рессору mz вот она все становится все работает но сейчас отпечатал я вот эти элементы давайте с ними мы посмотрим поближе элементы получились довольно таки мощные они уже не гнутся совсем в отличие от этих вот которые играют эти уже не гнутся нигде вот место под подшипник интересно все идеально садится вот единственное что наверное подшипник сел смотрим его на наш оппа элемент садится сейчас вот вот вытащу поддержку вот и посмотрим вон она уже выскочила как у нас будет ходить на двух подшипничках так что скоро модернизируем до идеального состояния а этот элемент вот сюда будет ставится ну крепко крепенько намного прочнее чем было так что посмотрим как чего но все поставил подшипники и вот так вот будет болтиком прикручиваться не знаю может через шайбочку может без чтобы в подшипник не попадал мусор никакой вот так вот она оп гуляет как классно ходы будут половче ну все как соберу так обязательно вам еще дальше покажу решил я еще немножко модернизировать вот этот элемент и сделал вот такие вот косыночки все теперь уже я считаю что толстые мощные можно рессору ставить покрепче и ничего им не будет вот так все становится сейчас все будет прикручиваться вот такая вот мощная будет у нас подвеска дальше сейчас значит укоротил вот этот элемент тоже доработал это мой уже переделанный длину ну потому что смысла нет ее делать такую длинную и увеличил стеночки под болты вдруг у кого-то не будет два с половиной вот надо будет 3 мили 3 миллиметровый м3 ставить болтики вот увеличил дальше что еще увеличиваем так что я сделал вот деталька под два подшипника которая будет здесь стоять тоже ее укоротил сделал поменьше рессора будет практически ровная вот но я думаю что тоже будет играть потому что мы мы посовещали с человеком для которого я это все делаю вот и решили что это ближе будет к оригиналу там еще у нас конечно небольшие доработки есть но пока что вот так рессора будет прямая не надо будет гнуть и я сделал расстояние побольше здесь чтобы рессору от mz не сверлить еще раз просто отрезали и прикрутили в те же самые отверстия по прямой выпрямили ее и все меньше деформации больше ловчей будет работать вот и возможно сейчас когда вот эта маленькая деталька получится прессор будет прямая сверху напечатаю муляж рессоры вот и будет покрасивее